МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели в студии Андрей Лаванов. Коротко о главных событиях прошедших дней. 20-го плана воздействия Совета. Из 31 депутатов присутствует 25. Какие будут продолжения? В администрации провели заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. Основная сейчас цель – это до конца года закрыть контур и приступить уже ко внутренним работам и монтажу оборудования тяжелого. В Октябрьском продолжают возварить поликлинику на 500 посещений в смену. Ваши высокие баллы – это результат упорства и высоких достижений. Спасибо вам за то, что вы умеете ставить цель и достигать их. Школьникам городского округа выдали аттестаты. Если честно, я не ожидала, что мне, естественно, выдадут. Я думала, может так, приду, помогу. Ну и, в принципе, все. А тут вот такой подарок. Люберчане отпраздновали День молодежи. А теперь подробнее о всех событиях. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, доложили руководители силовых ведомств и структур подразделения. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Сегодня вопросы те, которые будем обсуждать традиционно. Первую переписать надо будет. Также Казаков Кирилл Владимирович прошу доложить. Как структурных. Пардоньте, Алексей, да, первый переписать. А теперь подробнее о всех событиях. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, доложили руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Сегодня вопросы те, которые будем обсуждать традиционно. Обслуживание дорог. Также Казаков Кирилл Владимирович прошу доложить. Как идет уборка, плановый ремонт. Но самое основное, как идет строительство разноуровневых пешеходных переходов. С начала года на автомобильных дорогах городского округа проводится работа по ямочному ремонту. На муниципальной сети отремонтировано 7594 ямы. На текущей неделе запланирована работа по ямочному ремонту на внутриквартальных проездах по улицам авиаторов поселок Калинино, Льва Толстого в городе Люберцы. А также в поселке Октябрьский улица Школьная, Первомайская, Южная, Гоголя, Советская. А также проезд от автомобильной трассы М5 Урал вдоль кладбища, вдоль улицы Фабричной, через Пихорку до деревни Михнево. Во второй части своего доклада хотел бы рассказать о начале реализации крупных проектов в рамках развития дорожной инфраструктуры на территории городского округа Люберцы. В 2024 году будет построен новый разноуровневый пешеходный переход между улицей Первой и Первомайской и Новый проспект в поселке Малахко. Надземный пешеходный переход будет опираться на две опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и пассажирскими лифтами. Завершить строительство пешеходного перехода планируется в 4 квартале 2024 года. В ФКУ Центра Автомагистраль запланировано строительство разноуровневого пешеходного перехода в районе улицы Старый двор в поселке Октябрьский. По информации, полученной от заказчика реконструкции, срок начала строительных монтажных работ – август текущего года. Также в рамках строительства автомобильной дороги регионального значения Латкарина-Тамильна-Красково-Железнодорожный будет построен разноуровневый пешеходный переход. Следующий доклад о обращениях поступающих от наших жителей Баранов Дмитрий Юрьевич. В рамках контроля и исполнения поручений главы, озвученных ранее, в том числе и на внутренних оперативных совещаниях, вблизи ряда торговых объектов произведена уборка, а также навалы и складирование мусора. Также, как коллеги озвучили, убраны навалы мусора по ряду адресов в городской черте. Также продолжается работа по устранению вандальных надписей на фасадах, будь то каких-то торговых объектов, МКД, ТПшек и так далее. Работа ведется, есть вместе с тем адреса, понятное дело, здесь их не все транслируют, сроки, по которым уже вышли, необходимо по ним усилиться. И также ряд адресов по части ямочного ремонта, где в том числе и жители просят произвести таковое. Это у нас и автомобильные дороги, а также внутриквартальные проезды. Коллеги, по всем замечаниям, которые были озвучены, необходимо оперативно отработать. Дмитрий Юрьевич, сегодня к концу дня. Ситуация какая? Насколько изменилось, доложите? Хорошо. Следующий доклад также в продолжение предыдущего, это работа единой диспетчерской службы. Толстякова Виктора Сергеевича доложит, что за неделю изменилось, какая реакция на жалобы, которые поступают в вашу службу. Доложите, пожалуйста. За неделю в ЕДС городского округа поступило 5 508 звонков и зарегистрировано 1607 обращений. В красной зоне у нас две управляющие компании, смарт-сервис, всего лишь с 20% выполненных заявок. Также, как и на позапрошлой неделе, люпуправдом, хотя стоит отметить, что есть положительная динамика. По проценту просроченных, невыполненных обращений также отметим компанию Виросервис, которая существенно улучшила свои позиции по данному показателю. В красной зоне, несмотря также на положительную динамику, остается компания люпуправдом и компания смарт-сервис. Коллеги, со следующей недели попрошу тех, кто в красной зоне попадают и не выходят оттуда, доклад от руководителя делать. С чем связано, почему нет реакции, что вот эти цифры, Виктор докладывает быстро по делу, но цифры, которые находятся с самого низа таблицы, говорят о том, что руководитель данной компании не хочет работать. И хочет работать с жителями, реагировать на их жалобы, предложения. Коллеги, у нас по повестке все вопросы. Если есть дополнение, предложение, пожалуйста, если нет, то всем хорошей рабочей недели. В Люберцах продолжается ремонт многоквартирных домов. В этом году преобразится еще 153 МКД. Какие работы провели в 24-м корпусе на улице Кирова в 116-м квартале, узнали мои коллеги. Жители этого многоквартирного дома, построенного 60 лет назад, не раз обращались в Домоуправление с просьбой починить крышу и освежить стены в подъездах. В 2011-м дом передали на баланс ЛГЖТ. Только тогда отремонтировали кровлю, заменили окна, систему горячего и холодного водоснабжения. Теперь ремонтируют подъезды. Приступили к работам в апреле 2024 года. На сегодняшний момент работы завершены. Все вопросы и предложения жителей были учтены, соблюдены, услышаны и реализованы. Произвели ремонт входных групп, замена тамбурных дверей, замена напольной плитки. Во всех четырех подъездах побелили потолки и выкрасили стены, заменили электрощитки и светильники, установили новые почтовые ящики и информационные стенды. Живу больше 30 лет в этом доме. Делали у нас ремонты, но в этот раз сделали очень хороший ремонт. Всем очень нравится. Чисто, красиво. Двери новые поставили, стеклянные. Ступенчики отремонтировали. Всем понравилось очень даже. Ремонт вроде хороший сделали нам. Да, нам бы только доводчик еще бы сделали хороший. Да, доводчик надо поставить еще. Доводчик надо хороший сделать. А то сейчас такое время сложное, что двери открыты и нельзя оставлять. Просьбу жителей подрядная организация услышала. До конца недели вопрос будет решен. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В администрации Люберец прошло очередное заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов, среди которых внесение изменений в устав и генеральный план городского округа. Подробности в следующем материале. У нас сегодня плановое заседание Совета. Из 31 депутатов присутствует 25. Какие будут предложения? Откредит за данное предложение. Прошу проголосовать. В повестке пять вопросов. В первую очередь народные избранники выслушали доклад о внесении изменений в устав городского округа Люберцы. Накануне по проекту решения Совета депутатов прошли публичные слушания. Публичные слушания комиссии по их приведению признаны состоявшимися. Учитывая изложенное, нам необходимо привести устав городского округа Люберцы в строгой соответствии с действующим законодательством. Изменения внесли не только в устав, но и в генеральный план городского округа. Они коснулись населенного пункта города Люберцы. А именно территории между улицами Комсомольская, Красноармейская, Московская и Колораж. Функциональные зоны – зона многоквартирных жилых домами. Проект одобрен Городостроительным Советом Московской области 29 мая текущего года. Рассматриваем территорию – это 10,3 гектара. Планируемый жилой фонд 120 тысяч квадратных метров. Прирост населения составит 4300 человек. На своей территории предусматривается дошкольное отделение 280 мест и общее образовательное учреждение 600 мест включительно. Также будет амбулаторно-поликлиническое учреждение на 77 посещений смен. Также в обязательстве застройщиков входит участие в мероприятии по расселению. Валерина дома, город Люберца, улица Калинина, дом 16, расселение составит 2500 квадратных метров. Внесение изменений в устав и генеральный план городского округа люберецкие депутаты поддержали единогласно. Также они рассмотрели вопросы касаемо земельного налога и размер оплаты за пользование жилым помещением. Решить проблемы, связанные с ЖКХ, с помощью одного звонка. Это стало возможным благодаря работе единой диспетчерской службы. Удобный универсальный сервис для приема, обработки и контроля, исполнения обращений жителей запустили в начале года. О первых результатах и принципе работы службы наш следующий сюжет. Единая диспетчерская, ЖКХ, оператор Марина, здравствуйте. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По такому графику работает единая диспетчерская служба ЖКХ. За сутки на горячую линию поступает до 800 звонков. Операторы колл-центра регистрируют более 250 обращений. Чтобы разобраться с проблемой, специалисту требуются считанные минуты. Мы сейчас передадим заявочку, управляющая компания проверит у вас состояние воды. Не только оперативно передают информацию, но и отслеживают исполнение каждой заявки. Через несколько дней после обращения жителю поступает звонок от оператора колл-центра. Скажите, был у вас мастер? Все, заменили стояк, да? Тогда мы заявочку можем эту закрыть, да? Все, спасибо вам за обратную связь. До свидания, хорошего дня. Если вопрос не решен, оператор повторно обращается в управляющую компанию. Заявку не закрывают до тех пор, пока житель не подтвердит, что проблема устранена. Мы имеем статус единой диспетчерской службы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, торговли, транспорта и благоустройства. Основная наша задача состоит в том, чтобы принять обращение от жителя, зарегистрировать его в системе и отправить в управляющую компанию либо профильное управление администрацией города на отработку. В смену работает сейчас в летний период у нас 6-7 операторов одновременно. В штате на данный момент находится 14 операторов. Смены разные. В основном это сутки трое и пять-два. У нас вчера авария была. Потом запуск горячей воды у управляющей компании была перенесена теплосетью. Тоже очень много звонков. Сейчас очень в жару актуальна горячая вода. Из-за аварии перенесли запуск. Тоже очень много звонков. Единая диспетчерская служба ЖКХ городского округа Люберса функционирует с 23 января этого года. С начала работы сюда поступило более 100 тысяч звонков. Операторы колл-центра зарегистрировали почти 40 тысяч обращений. Оставить заявку можно тремя способами. Позвонить по номерам, указанным на экране, написать сообщение на сайте Центральной диспетчерской службы или воспользоваться телеграм-каналом. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В поселке Октябрьский строят поликлинику на 500 посещений в смену. Возведение социально важного объекта стартовало в начале этого года и идет ускоренными темпами. Ход проводимых работ проинспектировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Еще недавно на этой площадке шли подготовительные работы. Сегодня уже примерно можно оценить масштабы будущей поликлиники. Здание с переменной этажностью общей площадью 11 тысяч квадратных метров строят с опережением графика. На данный момент работы выполнены более чем на 30%. Сейчас задействованы 60 человек. Порядка 60 человек, именно персоналы, которые занимаются непосредственно производством работы. Монолитчики. Плюс есть еще отдельные механизаторы, разнорабочие. Другая численность, в частности, инженерный состав. Основная сейчас цель – это до конца года закрыть контур и приступить уже ко внутренним работам и монтажу оборудования тяжелого. Появление этой поликлиники – долгожданное событие для жителей Октябрьского. Получать квалифицированную медицинскую помощь здесь могут около 50 тысяч детей и взрослых. Особенность объекта в том, что он многофункциональный. Будет иметь четыре входа для разделения потоков пациентов. Кроме того, здесь расположится стационарно 20 коек. Мы сейчас смотрим примыкание дорог, те тропы тротуарные. Конечно, подходы очень важны, чтобы, когда объект появился, не получилось так, за периметром все красиво, справа-слева не подойти. Поэтому много работы. Работа и территориальной администрации, работы всех коллег. Соответственно, с жилым фондом, с жителями также слышим все предложения, которые они выносят. Андрей Юрьевич здесь был на объекте. И был как раз-таки, когда был выезд на М5 «Урал», дорога, которая также открывается осенью. И, конечно, губернатор обратил внимание, что объект должен быть сдан в сроки. Даже просьба была с сопережением этих сроков. Медицинское учреждение строит в соответствии с новым стандартом Московской области наша поликлиника. Первых пациентов она примет в сентябре следующего года. Встречи с жителями в формате выездной администрации проходят во всех микрорайонах городского округа. На этот раз в деревне Марусино. Какие обращения взяли в работу представители власти, узнаем в сюжете. Ольга Харина живет на Заречной улице. Обратилась по вопросу транспорта. Автобус номер 40, который идет по маршруту Марусино-Котельники, стал ходить с большими перерывами. Два водителя на всю Марусино, по 40-й. Сейчас я уже на пенсии, но вот как два года, очередь у меня, может, работает еще, очередь, ну, неимоверная, по 45 минут, представьте, ну, ладно, если такая, и то жара, а если погода плохая, там ни остановки, ничего нету, ни скрыться, вот под этим зонтиком стоишь, пургая метель, а ты все равно стоишь и ждешь. Минимум 45 минут, а то и больше. А люди все же на работу спешат. В настоящее время ведется реорганизация маршрутной сети в городском округе Люберца. Действительно, есть проблемы, над которыми мы работаем. Принимаем следующие меры. Перевозчик, он областной, сейчас уходит с этого маршрута. Он у нас переходит в категорию недобросовестного. Соответственно, мы будем запускать, прорабатываем вопрос запуска перевозчика моста «Ансавта» на этот маршрут. В настоящее время, что мы можем сделать для жителей, напишем письмо о проработке изменения графика движения маршрута 31П, который ходит как раз-таки до станции метро. И, соответственно, постараемся в ближайшее время отработать данный вопрос для улучшения транспортной доступности жителей. Самым актуальным вопросом стало благоустройство парка Марусина. Инициативная группа жителей улицы Заречная обратились к главе городского округа Владимиру Волкову. Мы когда посыпали квартиру, у нас висел тоже стенд такой, что открытие парка у нас в 2016 году. А как связь с застройщиком? Нет, мы просто его очень давно ждем. Расскажи историю этого парка. Этот парк вообще никогда в жизни не появился. На момент, когда будущая работа у Краскова здесь, мы отбили два дома, которые уже там разместили под строительство. Хотели два частных дома, посуду снесли и поставили на кадастр. Вот те решения, которые сделали правильно, зарезервировали, благодаря этому парк никуда не делся. Ну а когда вернулся, в том году как раз мы внесли в программу свою. Мы нашли свои средства городского бюджета. Поэтому все их выделили и в этом году открытие парка. В 2023 году на территории парка выполнили подготовительные работы. Сейчас организовывается проезд для строительной техники, проводится очистка водоотводящей канавы. На площадке появятся пешеходные и велодорожки, большая площадка для детей, спортивная зона, площадка для выгула собак, освещение, видеонаблюдение. Мы начали, мы вышли на объект. Сейчас самое начало, самое подготовительное работе. Мы говорили ранее о том, что это действительно достаточно сложная ландшафтная территория. И нам нужно было выждать вот этот весенний период. И плюс сезон, я бы сказала, долгий период длительных таких проливных дождей. Все, мы приступили к работам. Тогда зашла строительная техника. Сейчас мы приступили к планированию территории, к отсыпке территории, к формированию дороги, по которой техника может проезжать. Завершить работу планируем в текущем году. Благоустройство парка Марусина планируют завершить в октябре этого года. О следующих встречах в формате выездной администрации можно узнать на официальном сайте или в социальных сетях. Луиза Игия Зарян, Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворе дома номер 7А по улице Мира прошел большой праздник, который объединил детей и взрослых. По какому поводу собрались люберчане, расскажем в сюжете. На детской площадке сегодня как никогда многолюдно. Ребятня резвится на свежем воздухе, нет ни одного свободного уголка. Среди детей семилетний Саша Ефимов. На его груди сверкает медаль отца, который сейчас в зоне СВО. Находясь в июне в подмосковном лагере Литвинова, где отдыхают дети защитников Отечества. От себя и своих друзей мальчик обратился к губернатору Московской области с просьбой установить еще одну горку для сверстников в родном дворе. Я очень рад, что у меня губернатор служил. Я очень доволен. И мы теперь будем с друзьями провести время с утра до вечера. Горка, косметические корабли, я очень люблю космос. Нам здесь ребята очень рады, а теперь будет еще интереснее и веселее. Эта детская площадка установлена пять лет назад. На ней всегда много мальчишек и девчонок. Каждый здесь находит развлечение по душе. Но игровых элементов, особенно в летний период, на всех не хватало. Я очень счастлива, что мой брат обратился к губернатору. Я вообще была в шоке, когда я это узнала. Мне нравится вот эта горка, которую построили буквально вчера. Эта площадка была и так хорошая. Тут ее еще обустраивать начали. Спасибо за этот праздник, за это мероприятие и за новую горку. Развлекательная программа, песни и танцы. Чтобы в жаркую погоду ребятам еще больше поднять настроение, всех угощали мороженым. На детский праздник приехал и глава округа Владимир Волков. Саша попросил горку на встречу с губернатором, с Андреем Юрьевичем. Поэтому горка была поставлена быстро. Говорите, что нужно еще поставить. Такие паутинки, качельки. Все установим. Договорились? Вам хорошего настроения, чтобы силы набрались за лето, чтобы к следующему учебному году все стали еще выше, сильнее, умнее и здоровее. Сажим уроку. В городском округе Люберцы состоялся форум «Наставники ЗЭД». Это новый проект, который запустила молодая гвардия Единой России. На данный момент его реализуют в 13 регионах страны. Главная идея заключается в том, чтобы ветераны и участники специальной военной операции передавали свой опыт подросткам и воспитывали в них патриотизм. Тему продолжит Луиза Егия-Зарян. И ты в нее высовываешь еще штуку. Получается, шкотовый узел. Можно завязывать канаты, проволочку и все, что угодно, разной толщиной. Попробуй еще раз сама. Держи. Как сделать военный узел, собрать, разобрать оружие и правильно пользоваться тактической аптечкой. Этим непростым, а зам люберецких школьников обучают представители молодой гвардии Единой России. Но перед тем, как проводить уроки, они сами прошли тщательное обучение. Мы проходили очень много курсов. Также у нас некоторые ребята ездят на освобожденные территории. Там тоже проходит обучение. Рассказывают, как правильно что сделать, как правильно наложить шину, как правильно наложить бинт, бандаж. Мастер-класс проводит и военнослужащий Константин Королев. В зоне проведения СВО ему приходилось использовать знания в области тактической медицины, чтобы помочь товарищам изберечь собственное здоровье. Ты находишься, когда на линии огня, твоя жизнь в твоих руках. Ты должен сам себе помочь, чтобы тебя потом ребята эвакуировали. Мы очень благодарны, когда организовывают вот такие мероприятия для молодежи. Ребята все говорят, что патриотическое воспитание – это основа основ для силы государства, для единства государства. В зону СВО Константин Королев отправился в мае 2022 года. Дважды получал ранения и попадал в госпиталь. Сейчас проходит реабилитацию, чтобы в сентябре снова вернуться к боевым товарищам. О своем пути он рассказал участникам форума, ответил на все интересующие вопросы. Подобные встречи молодежи с героями проходят в Люберцах регулярно. Стражи порядка на дорогах отметили профессиональный праздник. В честь 88-й годовщины со дня образования госавтоинспекции в округе прошло торжественное собрание. Служба создавалась в те годы, когда становилось и происходило становление нашего государства. В непростые годы, после фактической революции, с нуля. Конечно, были другие задачи, была другая активность на дорогах. Но то, что выстраивается на протяжении многих лет, с хорошими традициями, традиции и в службе, и традиции, тем более в нашем городском округе, дорогие земляки, с праздником. Мы с вами выполняем долг, тот, который положено выполнять офицеру российской полиции. Есть хорошие показатели, есть хорошие, но самое главное, хочется пожелать в этот прекрасный солнечный день по здоровью, личного благополучия, семейного благополучия, мирного неба, и чтобы те хорошие слова, которые вам что-нибудь сказаны, они повторялись и повторялись. В ознаменование праздника в зале собрались руководители, личный состав и ветераны Люберецкой госавтоинспекции. Валерий Никифоров в пятый год работает инспектором ДПС. Нести службу в ГАИ мечтал с детства. Сегодня лейтенант полиции награждён нагрудным знаком за отличие в службе второй степени. После школы сразу поступил в университет МВД. Кикотя отучился пять лет, и вот с 20-го года уже служу в Люберецкой госавтоинспекции. Привлекает разнообразие, общение с людьми, потому что каждые люди, они индивидуальны, и каждому нужно найти общий подход. Как правильно профилактировать, чтобы понял каждый гражданин, что и как нужно ездить и соблюдать правила дорожного движения. Своих коллег хочу поздравить с праздником, с днём госавтоинспекции. Пятерым полицейским вручили сертификаты на жильё, а имена лучших сотрудников занесены на доску почёта. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Заместители главы городского округа Люберцы и руководители структурных подразделений администрации в еженедельном формате продолжают проводить встречи с жителями. На одной из них в микрорайоне Зенина побывали мои коллеги. Во дворе на улице Озёрной собрались люберчане, для которых небезразлична судьба этого микрорайона. Говорили о начале благоустройства Чёрного озера и создании парка дружбы, безопасности во дворах и парковках, открытии детского сада на 140 мест и сроках завершения строительства школы на улице Камова. Мы капсулу заложили в 2024 году, срок поставили в 2025 год, но если всё будет складываться благополучно, то это будет начало нового учебного года. Строители уже завершают возведение первого этажа. Эта школа будет самой большой в округе – на 1650 мест. Мы очень рады, что у нас с каждым годом становится всё больше и больше образовательных объектов. Вот садик открывается, новая школа застраивается, парк хочется, хочется побольше зелени, чтобы были деревья, чтобы было где в такую знойную жару прятаться и с детьми играть. Благоустройство и дополнительное озеленение дворовых территорий, уборка мусора и содержание контейнерных площадок. Вопросы и пожелания жителей зафиксированы. Многие решены на месте. Сегодня я даже порадовалась и тому, что уборка производится управляющей компанией очень качественно. Мусора нет, не наблюдается нигде. Содержится всё в достаточно хорошем, в удовлетворительном состоянии. Но ещё больше, конечно, меня как руководителя сферы образования радует то, что именно в этом микрорайоне дополнительно открываются социальные объекты – школы и детские сады. Уже к концу августа этот детский сад примет 140 малышей. Всего в городском округе Люберцы до конца года откроют 5 садов, 4 школы и после капитального ремонта корпус 18-й гимназии на улице Чехова в Томилине. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Выпускники городского округа Люберцы получили аттестаты об окончании школы. В этом году порог взрослой жизни переступили более 1211-ти классников и около 4 тысяч 9-ти классников. Наша съемочная группа побывала на торжественном празднике в гимназии номер 41 и в 27-й школе. Чувства очень классные. Радость, эмоции, счастье. Просто не описать словами даже. Радость. Наконец-то школа закончилась. Свободное плавание. Такие моменты очень ценные, которые больше не повторятся. Университет – это уже такая взрослая жизнь. Поэтому, да, думаю, буду скучать. После сложных экзаменов чувствую спокойствие, вдохновение. Начинается уже такое состояние, что начинаешь скучать по школе. Потому что школа – это, ну, для меня это очень важное место, которое подарило не только знания, но и много важных, замечательных и веселых моментов. Пока выпускники делятся эмоциями, в актовом зале – волнительное ожидание. С минуты на минуту еще вчерашние школьники получат свою первую путевку во взрослую жизнь. В этом году стены гимназии покидает 61 ученик 11-х классов. Долгожданные аттестаты сначала вручили девушкам и юношам, которые отличились особыми успехами в учебе. Восемь выпускников стали обладателями медали первой степени и еще десять второй степени. По результатам ЕГЭ три гимназиста набрали 100 баллов. Пользуюсь случаем, передаю поздравления от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. И наш губернатор говорит, что будущее Подмосковья, соответственно, будущее люберец в надежных руках, в руках молодежи. А это вы. Поэтому, ребята, будьте смелы, дерзайте, добивайтесь успехов. Всего вам самого доброго. Ваши высокие баллы – это результат упорства и высоких достижений. Спасибо вам за то, что вы умеете ставить цель и достигать их. А стены 27-й школы в этом году покидают 22 ученика. Еще вчера они сидели за партами и слушали учителей. А сегодня стоят на пороге нового этапа в жизни. Понятно, что будут какие-то преграды, будут какие-то испытания. Самое главное – все это проходить. Я когда сейчас бываю в школах, я говорю, что дорогу осилит идущий, везет тому, кто везет. Поэтому будете стараться, упираться, двигаться, все у вас получится. Я хочу пожелать вам, друзья мои, все-таки раскрыться, раскрыться в этой жизни до конца. Я хочу пожелать вам получать удовольствие от всего, что вы будете делать. Я хочу пожелать вашим родителям, чтобы они гордились вашими делами. Пусть не все получается, пусть по дороге вы будете ошибаться. Не бойтесь, смелость прежде всего. Сложные экзамены закончились совсем недавно, но виновники торжества уже с трепетом вспоминают свои школьные годы. Я учусь здесь со второго класса. И вот, честно, пока что не верится, потому что 10 лет отучился в этой школе. Было все – и смех, и слезы, и чего только не было. И школа стала чем-то родным, чем-то теплым. И вот прощаться с ней – это, конечно, безумно печально. Честно говоря, в течение года ты не замечаешь, наверное, что это последнее что-то, что это так трогательно. И весь 11-й класс был запоминающийся все уроки, какие-то мероприятия, открытые гости, когда к нам приходили, открытые уроки. Ведь 11-й класс – это, наверное, самый яркий мой год в этой школе и самый насыщенный. В городском округе Люберцы около 1300 выпускников в этом году окончили 11 классов. Из них 240 ребят получили медали за особые успехи в учении. В средних и высших учебных заведениях округа прошли выпускные. Уже бывшим студентам вручают главный документ о получении образования. Наша семечная группа побывала на празднике в техникуме имени Гагарина. Четыре года учебы позади. Теперь эти юноши и девушки – дипломированные специалисты. Поздравить с этим событием еще вчерашних студентов и студенток пришли родители, близкие, друзья и почетные гости. Профессия, ту, которую вы получили, конечно же, в последующем вам поможет себя реализовать. Это старт, это начало трудового пути. Кто-то из вас пойдет дальше и будет поступать также в высшие учебные заведения. Кто-то будет совершенствовать то знание, которое получено в нашем техникуме. А традиции нашего образования находятся на самом высоком уровне. Хочу пожелать, чтобы то, что заложено в эстафете поколений в нашем колледже, а это социализация человека, гуманизация, быть патриотом своей страны, любить людей, чтобы эти качества вы сохраняли и развивали всю свою жизнь. В этом году техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина выпустил во взрослую жизнь 546 человек. Почти 100 выпускников достигли особых успехов в учебе и стали обладателями красного диплома. Очень рада, не зря старалась все эти четыре года. Я хотела бы всем пожелать идти вперед к мечте и не сдаваться. По старой традиции, во время торжественного мероприятия выпускники техникума повторили знаменитую фразу, которую произнес Юрий Гагарин перед своим путешествием в космос. Поехали! В добрый путь, дорогие выпускники! Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Праздник активных, талантливых и амбициозных. В последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи. Ежегодно в честь виновников торжества устраивают концерты, фестивали и тематические встречи. И этот год не стал исключением. Как Люберецкая молодежь отметила свой праздник, покажем в следующем сюжете. Площадь перед зданием администрации в этот день стала местом притяжения молодежи не только из городского округа Люберцы, но и из соседних муниципалитетов. Здесь прошел грандиозный фестиваль, направленный на продвижение урбанистической культуры, молодежные творческие уличные течения, а также проекты будущего. День молодежи – это такое время, когда стоит удивлять нашу люберецкую молодежь, и поэтому организаторы Управления по работе с молодежью и администрации городского округа Люберцы решили сделать такой праздник – Urban Fest Люберцы. И собрали здесь технологии будущего. На сцене для ребят выступят музыкальный лейбл из Нижнего Новгорода и современные московские и питерские диджей-группы. Изюминка фестиваля – выставка тюнингованных машин. Более ста участников сообщества Time to Fest привезли из Москвы и разных уголков Подмосковья свои необычные автомобили. Илья Афенкен украсил транспорт изображением главного персонажа знаменитого мультсериала. Тюнингом своего авто молодой человек занимается уже три года. Ну, она была белая поначалу. Сразу же, естественно, выводила стол, покупка порогов, губы, бампер. Это все у тебя тоже привозилось оттуда, здесь монтировалось, ставилось. Потом были диски, потом как раз стойки пневму поставил. Это, наверное, одно из самых долго думающих, что у меня было. И на белой машине катался. Да, было спокойно, но особо она меня не привлекала. А всю жизнь мечтал машину обклеить в пленку. И персонаж Джинкс мне всегда был симпатичен. Она на нее всегда оборачивает, всегда смотрит. Особенно реакции молодежи, студенты, школьники. Для них это прям просто. Они просто вау, кричат, подбегают. Ну, эмоций дарит много. Прямо вот сам радуюсь даже. Виновников праздника чествовали на большой сцене. Благодарственными письмами главы городского округа Люберцы отметили самых активных студентов-волонтеров. Если честно, я не ожидала, что мне, естественно, выдадут. Я думаю, может так, приду, помогу. Ну и в принципе, все. А тут вот такой подарок. Я всем желаю счастья, здоровья, быть в достатке. Если кто учится, то сдавать сессию, курсовые и дипломы на положительные оценки. Отметили и тех, кто преуспел в спорте. Во время фестиваля состоялось вручение золотых знаков отличия ГТО. Заслуженные награды получили те, кто работает с молодежью. На протяжении всего праздника гостей развлекали лучшие творческие коллективы. А в перерывах между выступлениями артистов – конкурсы, медиаквесты и розыгрыши призов. В программе фестиваля также было дрифт-шоу. Уиза и Гязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На стадионе «Электрон» прошел слет воспитанников спортивных школ городского округа Люберцы. Праздник собрал юных футболистов из разных команд и учреждений. За детским фестивалем наблюдала наша съемочная группа. Слет воспитанников спортивных школ уже стал традиционным праздником. На одной площадке собираются дети, которые занимаются в разных учреждениях, но имеют одну общую любовь – любовь к футболу. И этот фестиваль ежегодно организовывает спорткомитет городского округа Люберцы совместно с Федерацией футбола. В летний период времени, чем больше детей мы отвлечем от улицы и займем делом, чем больше мы их вовлечем в летний период времени в спорт, тем больше мы получим на выходе, что дети смогут коммуницировать, общаться между собой, дружить. И, конечно, у каждого ребенка должно быть счастливое детство. Не просто детство, а именно счастливое детство. На этот раз «Лед» собрал больше 200 участников. Спортсмены играют один тайм по 15 минут. На футбольном поле встретились 20 команд в возрасте от 8 до 12 лет. Были сложности в игре, но на следующий матч мы сложим и выложимся. Очень хорошо то, что так организовали, потому что всем хочется играть, а на больших играх там идут сложные игры и замены всегда. Поэтому то, что так придумали, это очень хорошо. Я люблю игру в футбол, потому что, не знаю, я получаю от этого какие-то очень классные впечатления, и мне это нравится, меня это заводит прямо играть. В перерывах между матчами футболисты посетили мастер-классы. Для каждого игрока, независимо от результатов соревнований, приготовили призы и памятные подарки. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей ищите в наших социальных сетях и на нашем сайте ЛРТ.ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова